Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую всех на своем канале. Хочу поблагодарить зрителей, которые с пониманием и с уважением относятся к моему выбору не освещать на своем канале ничего, кроме привычных тем. Традиционно это мода, стрит-стайл и также немного домашнего хозяйства. Но сегодня мы посмотрим на то, что модно, что предлагают нам носить. Хотя думаю, что, конечно же, мода очень среагирует на то, что происходит. Нам в начале этого сезона предложили яркие цвета. И вообще новый сезон, безусловно, должен был проходить под символом жизнерадостности. Очень много пайеток, очень много всего красивого и яркого. То, чем женщины и модницы могут себя украшать. Ассортимент, конечно же, пока не среагировал на происходящее событие. Витрины также. Возможно, это и не произойдет, потому что вещи закупаются, товар закупается задолго до. Итак, витрина Макс Мара очень спокойный. Стиль сафари традиционен для Макс Мара. Если подобная одежда вам нравится, то для вдохновения, либо для покупок вам стоит обращаться именно в Макс Мару. Очень редкий стиль. Сейчас он редко кем цитируется из марок. Пожалуй, можно отметить только Райф Лорен, который традиционно сезон в сезон предлагает вещи и одежду в подобном стиле. Но в Макс Маре вы всегда найдете что-то из соответствующих фактур, соответствующих цветов, что позволит вам составить ваши комплекты в стилистике сафари. Тренчи стали прямыми, тренчи стали очень классическими. И при том, что Макс Мара активно два сезона подряд предлагала нам тренчи и плащи очень широкие в стиле Катрин Денев, они были необычайно необычными. Они были, повторюсь, очень широкими. Мы такое носить не привыкли. Такое носить, кстати, не очень удобно. Но слишком много ткани. Даже для такой любительницы большого количества ткани. На мой взгляд, это всегда смотрится шикарно и красиво. Даже для меня ткани было слишком много. По всей видимости, эти тренчи не имели никакого коммерческого успеха. Поэтому все марки, в том числе и марка Макс Мара, вернулась к классическому силуэту тренчей. Длина может быть любой. Появились укороченные тренчи, тренчи середина колена длина. Ну и, конечно же, так называемый Макси Тренчи. Это ниже голени, либо середина голени. Практически всю одежду с этой витрины мы видели на примерке Джулии. Это магазин Ньютон, который находится в Ферраро. Посмотрите, яркие цвета. Формула джинсы плюс рубашка, либо блузка, плюс пиджак достаточно длинный, прямого окроя. И обязательно, обязательно босоножки на небольшом каблуке. Это формула, которую предложили многие марки. Мы ее уже неоднократно видели. Очень много по-прежнему пальто представлено в витринах. Это могут быть вещи еще зимней скидки, которые сейчас можно купить по хорошей цене. Ну и традиционно предлагаются все-таки летние пальто. Они более светлых расцветок уже на весну. И очень часто выполнены не из шерсти, а из хлопка. Прошлый летний сезон, точнее весенний сезон, были очень популярны жилеты. Жилеты появились и сейчас. Если вам нравятся мои жилеты белые и черные, я нашла подобные у марки Massimo Dutti. Пока это единственная марка, которая предложила жилеты в виде пальто без рукавов. В любом случае, жилеты очень популярны в силу того, что они очень удобны, легко со всем компонуются, сочетаются. Скорее всего, мы увидим большое количество жилетов в любых их вариациях, в том числе и в этом сезоне. Формула худи под пиджак. Посмотрите, как многими марками предлагается. Уже также неоднократно мы видели эту формулу. Ну и обувь яркая, акцентная, всегда была любима в Италии, присутствует и в этом сезоне. Марка Marina Rinaldi. Ну посмотрите, магазин мультибрендовый, в котором в том числе есть одежда этой марки. Очень непохожие образы, потому что Marina Rinaldi для оформления витрин всегда выбирает что-то очень яркое, очень запоминающееся. Мимо не пройдешь, у витрины остановишься. Эти образы тоже очень интересны. Посмотрите, плессированная юбка, плюс худи, плюс жилет, плюс спортивная обувь. Очень красивая повседневная формула. Отдельного внимания заслуживают бусы. Бусы являются неотъемлемой частью итальянского стиля. Если говорить об особенностях итальянского женского стиля, то это как раз такие-таки детали, как украшения на шею, браслеты и также серьги. Итальянки не пренебрегают этими аксессуарами. И очень многие марки также их выпускают. Исконно итальянские марки, такие как, допустим, Луиза Спаньоли, либо Макс Мара. Они предлагают широкий ассортимент подобных аксессуаров, которые очень часто кажутся действительно дополнением именно к витринным ансамблям. Но на самом деле их любят. И итальянские модницы их часто используют. Новая коллекция сумок появилась. На этот раз я покажу вам недорогие сумки. Отличительной особенностью, я уже рассказывала, являются цепи. Цепи крупные стали не только железными, но и выполнены из пластмассы. Очень часто эта деталь украшает как сумки дорогие, так и не очень дорогие. Обращаю ваше внимание в который раз на ягодный цвет. Он очень красиво смотрится. И сумки белые. Посмотрите, я буду брать несколько сумок. Одинаковые модели. Одна модель в белом цвете, другая в черном. Насколько белые сумки смотрятся нарядно, контрастно, насколько они более выразительны в ансамбле. В Италии женщина дает предпочтение большим сумкам, которые носятся на плече либо в руке в виде шопера. Сумки действительно большие, вместительные. Очень часто можно заметить маленькую сумку на плече и большую женскую сумку, то есть не шопер, а в руках. Очень многие модницы действительно ходят с двумя сумками. Мне понравилась эта сумка. Я не очень люблю логотипы. Вне зависимости от марки, я люблю, когда марка остается анонимной для тех, кто, возможно, не очень хорошо разбирается в сумках. Эта сумка мне очень понравилась по форме. Единственная претензия, это как раз-таки крупная надпись. Вот такие сумки я очень люблю. Рекомендую обратить на них внимание. Это сумки, которые можно держать только в руке. У них достаточно маленькая ручка. Не наденешь на локоть, уж тем более никак не наденешь на плечо. Но эти сумки очень мило, очень женственно смотрятся в руках у модниц и очень красиво дополняют аутфиты. Очень популярны сумки из ткани. Чаще всего это твидовые сумки. Мне они очень нравятся. Они действительно могут поспорить своей универсальностью с очень многими кожаными сумками в универсальных цветах, таких как жженая карамель, допустим. Действительно сумки ко всему подходят. Мне они нравятся. Их, наверное, единственный недостаток, что очень часто они стоят столько же, либо даже дороже. Если говорить, допустим, о сумках с Шанель, о сумках с Сан-Лоран, они могут стоить даже дороже, чем точно такие же сумки. Вот точно такие же модели, в точно таком же размере, но выполненные из кожи. У меня есть сумка бирюзового цвета. Она очень яркая, и когда я ее покупала, мне казалось, ее будет сложно носить. Вот такой бирюзовый. Но на самом деле этот бирюзовый оказался летним цветом, подходит абсолютно под любые аутфиты. Можно начинать носить с ранней весны, когда еще одежда темных цветов, и продолжать носить в разгар лета, когда одежда белая, бирюзовая с белым смотрится очень красиво. Вот такие сумки, точнее вот такая форма очень популярна в Италии. Эту сумку можно носить как в руке, на локте, также и можно надевать на плечо. Вместительные сумки для итальянских модниц, которые очень часто модничают по дороге на рынок. Эта сумка является, точнее, эта форма сумки, ее вместительность является поистине универсальной. Снова белая сумка у меня в руках. Посмотрите, насколько более эффектно она выглядит в аутфите, чем черная сумка. Вот такие сумки по форме, я уже говорила, мне очень нравятся. Эта сумка, кстати, обладает еще и ремешком, чтобы носить для удобства как кросс-бодибэк, но сумка, которую держат вот так в руках, она выглядит очень мило, очень женственно. Здесь я однозначно отдаю предпочтение белому цвету. Не только потому, что на мне темная база, и такая сумка будет смотреться, то есть сумка белого цвета всегда будет смотреться более контрастно. Белые сумки действительно смотрятся нарядно, они смотрятся очень легко. Если бы вы отправились со мной на шопинг в тот магазин, в котором я сейчас снимаю, я бы однозначно порекомендовала к покупке вот такую сумку. Она большая, если бы размер вас устраивал, я бы сказала, наверное, это самая стильная, необычная сумка из тех, которые я сегодня вам показала. Эта сумка мне очень понравилась, я люблю сумки-подушки. Сумки-подушки это тоже тренд, безусловно, это отсылка к марке Bottega Veneta, но также и Max Mara предложила вот такие сумки, которые можно носить за ручку, держа, можно носить вот таким образом, как огромный клатч. И, повторюсь, они выглядят именно как подушки. Сумки-подушки, наверное, для них лучшее определение. Итак, можно судить о сумках, об их формах. Безусловно, по этому обзору можно говорить о том, что белых сумок очень много, и белые сумки выглядят очень нарядно, очень красиво. Форма может быть любая, но в Италии отдают все-таки предпочтение жестким формам. Такую же сумку, как белая, я нашла в черном цвете. Посмотрите, насколько она, на мой взгляд, выглядит менее выигрышно по сравнению со своей белой сестрой. Ну что ж, продолжаем обзор дальше. Очень много оранжевого цвета в этом сезоне. Оранжевая обувь, оранжевые аксессуары появились у Max Mara, оранжевой одежды тоже много. Покажу вам украшения, без которых немыслим итальянский стиль. Это, конечно же, бусы. Бусы из так называемых подделочных камней, они очень популярны. Всегда мне казалось, что эти бусы, они для элегантного возраста. Немного старомодные, немного ретро, но, тем не менее, я много раз убеждалась, насколько эти бусы могут смотреться актуально, ярко, классно в современных аутфитах. Прежде всего, белая рубашка нам в помощь для таких украшений. Конечно же, белая футболка и итальянский стиль, повторюсь, немыслим без украшений на шею. Снова тренч классического силуэта, на этот раз в сочетании с юбкой в белевом стиле. Добавлено также худи. Худи, посмотрите, с капюшоном. По всей видимости, худи с капюшоном именно не самостоятельно, а в сочетании с пиджаком, либо верхней одеждой достаточно классического вида. Это пальто, либо тренч. Это абсолютный тренд. На мой взгляд, тренч по-прежнему очень красиво смотрится именно с платьем в белевом стиле, когда тренч застегнут, и платье лишь угадывается. Его не видно однозначно. Много зеленого цвета в этом сезоне. Цвет зеленый преимущественно очень яркий, но, как вы видите, зеленый разных оттенков представлен. Зеленого цвета, повторюсь, много. Много также аксессуаров. Женая карамель. В цвете женая карамель очень много техасских, ковбойских сапог. Они могут быть совершенно разной высоты. Ну и, конечно же, белые брюки, белый деним, белые джинсы. Посмотрите, талия по-прежнему высокая, хотя, возможно, это еще все-таки зимние коллекции, которые представлены в том числе и со скидками. Хотя в Италии бывает очень сложно определить это вещи из новой коллекции, либо из старой, потому что выглядят они примерно одинаково из сезона в сезон. И только по этикеткам, которые в период распродаж прикалываются непосредственно на одежду, можно сказать, что да, это вещи со скидкой. Покажу вам очень красивую украшение. Я все-таки за золотые украшения, но в золотом цвете, но достаточно тонкие. Вообще тонкие украшения, наподобие тех, которые сейчас вы видите на своих экранах, это традиционно именно летние украшения. Тонкие браслеты, тонкие цепочки, тонкие длинные цепочки, допустим, вот с такими крупными звеньями. Это все-таки украшения на более жаркий период, когда становится холодно, украшения становятся крупными и более заметными. Ребята, как вам такие туфли? Некрасивые. Некрасивые? Габри, да, они такие зелененькие. Как тебе? Самосвал переехал, называется. Габри, а тебе как? Сейчас Габри очень деликатно скажет. Мама, тебе нравятся? Эти зеленые? Да, эти зеленые. Да нет, не очень. Корректно, да, очень. Габри, спасибо. Тоже, да. Отличительной особенностью современной моды является, конечно же, тот простой факт, что выпускаются вещи, которые найдут свою популярность и признание только в инстаграме, только на фотосессиях, хотя фотосессии были вытеснены, безусловно, инстаграмными съемками. Эти вещи никогда мы не увидим в жизни, при всем при том, что они могут быть очень красивыми, но в жизни совершенно непопулярными. Подобные туфли я ни разу не встретила ни на одной моднице. Ну что ж, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.